Итак, перед нами прошла глава в АЕЦ. Жизнь, большая часть жизни, еще не жизнь, про отца Якова. Одного из величайшего, из величайших. И конечно, не каждому из нас удастся подняться к такому уровню, как Яков, которого мы видим. Но поэтому и интересные, и потрясающие для нас другие вещи. Оказывается, эти величайшие гиганты духа, они плакали, ошибались, падали, подымались. То есть, если бы их обрисовали какими-то такими сущностями, которые нам недоступны по определению, это было бы другое. А так мы видим, это тоже люди. Но они часто начинали сначала. Вот это мы можем. Вот это мы можем. Хотя бы что-то начать. Начать что-то, хотя бы вернуться к тому, что душа наша помнит, а мы не всегда. Начать надо именно с этого. Нам надо помнить, что главная вот в той миссии, к которой мы пришли в этот мир, это развитие нашей духовности. А совсем не то, кто прыгнет дальше или там даже сделает какое-то великое открытие. Приходя в следующий мир, человек узнает, что оказывается только духовные достижения были нужны. Должна быть какая-то шкала. Вот когда человек там материальное благосостояние свое оценивает, он понимает. Вот у меня там 100 евро, а вот 200. Я там двигаюсь в правильном направлении или в хорошем, по крайней мере. А духовная шкала, как ты определишь, что ты вчера не зря прожил целый день? Поэтому человек может поставить себе какую-то вот эту шкалу. Дело в том, что злое начало настолько запутывает людской разум, что многие из нас вообще не задумываются, для чего их душа спустилась из вышнего мира сюда. Это Хафецкий, я им сказал, не я. Надо помнить, что мы все время находимся в состоянии войны. Тело называется маленьким городом. В городе властвовать может только один правитель. Если у него есть конкурент, он будет с ним воевать, пока не захватит город и не ставит единственным правителем. Или проиграет, как получится. Так и две души. Они борются между собой за власть над телом. Каждый хочет быть единственным властителем. И от нас зависит, кто победит в этой борьбе. Вы знаете, мы прошли с вами, вот когда был день суда, великий Йом-Купур, Рошашана. Все ждали приговора. А если душа чувствует, что что-то не так? А если ты еще и накуролесил после этого? Я открою, все любят кабалу, я открою один кабалистический секрет. Как известно, вот в день суда Рошашана не выносится окончательный приговор. Есть еще время подумать и повлиять на суда производства. Можно написано, что в течение 30 дней исправления месяца Эллу, предшествующая Рошана, 10 дней после Рошашана и, наконец, Йом-Кипур, на котором в печати запечатываются приговоры. Но! У нас же всегда есть но. Как объяснила Резали, Йом-Кипур это совсем не конец процесса. Есть еще одна срочка. До ночи Ашана-Раба. В конце праздника Суккот. Это еще 12 дней, когда мы можем исправиться. И, как бы, кто не успел. Более того, ученики Большемтова, у них есть традиция, которой с нами они поделились, о том, что возможно исправление, духовное возвращение к духовному корням, которое длится до последнего дня Хануки. То есть, что дает нам 122 дня, начиная от начала месяца Эллу. Теперь задумаемся. Смотрите, во-первых, это уже милость большая. Оказывается, мы еще можем исправиться. Рошашана, день суда, он строго ограничен во времени. Это статическая часть процесса исправления. Тут ничего сделать нельзя. В то же время, до 122, через 30, 40, 50, это какого получится. Это динамика. Вот в эти моменты мы еще можем сдвигаться. Потому что статический приговор, он не определяется в духовных мирах. Речь не о том, что потом, потом что-нибудь исправлю, 122 дня есть. Не об этом. Более того, важно отметить, что число 122, а числовые значения показывают на тождественность, она встречается еще в другом, гораздо менее радостном контексте. 122 – это количество предложений в недельной главе Кита ВОО, той самой главе, в которой рассказывается о 98 проклятиях. Был такой Раф Маше Волсон, и он говорил, что парадокс заключается в том, что именно 122 предложения из главы проклятия напоминают нам, что несмотря на то, что 120 дней, 122 дня должно быть достаточно, и Всевышний никогда не скупится на то, что еще дать нам один шанс. Надо помнить, что самым важным проклятием будет другое. Это ошибка такого плана. Времени еще много, успею. Никто не знает, сколько у кого времени. Это откровенное пренебрежение шансом, вот исправление шансов вернуться. Человек вот такую ошибку исправить тяжело. Поэтому надо срочно сесть по вот этой духовной шкале и начать понимать, что я двигаюсь именно сюда. Физическое – это физическое, но движение духовное должно быть. И два слова, конечно, о шаббате. Мы приближаемся к шаббату. Шаббат – это как святыня времени. Он оказался более прочным, чем святыня пространства. Храм – его нет. А шаббат всегда и остается средством для облагораживания, освящения жизни. Если в течение шести дней человек забывает о источнике своей силы сверху, то шаббат ему должен напомнить о Творце. Человек, который хотя бы отличает шаббат от других дней, он уже движется в правильном направлении. Брахава – от слаха, шаббат – шалом, всего самого лучшего.